Два раза, я сейчас положу. Вот времена-то были, да. Так эпично звучала фраза, еще лекция в районе федерального. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Уже давно такого не было. Продолжение следует. 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 от времени, никакие микроскопические причины уже не зависят от времени, а не изолировано это означает, что интересующая у вас подсистема находится в контакте с термоса, ну или с окружающей большой системой, с которой она может обмениваться, вообще говоря, и энергией, и частицами и так далее. Но, соответственно, неравновесное состояние, которое либо меняется во времени, или находится под влиянием внешних полей, внешних воздействий. Значит, запросто могут быть ситуации, когда система, так сказать, стационарного времени, ну является неравновесной. Ну, простейший вариант, вы подводите к проводнику потенциал и поддерживаете его. Вот, побежали у вас электрончики, установился стационарный ток, вот, но вы все время поддерживаете потенциал батареи дружной ДС. Значит, ее поддерживает потенциал на проводнике, значит, у вас установилось стационарное состояние, но неравновесное. Значит, это вот типичнейшее воздействие, ну, внешних полей. Так, что он может описывать? А вот физическая кинетика успешно описывает систему со многими степенями свободы, обладающими, ну, слабыми взаимодействием между этими степенями свободы или между частицами. Можно говорить, ну, так, легко не перечислить, но вот слабый медиальный газ классических частиц, квантовых базе и ферми частиц, в принципе, во внешних плавные и медленно изменяющиеся поля, быстро изменяющиеся от отдельного образца. Ну, а также там случайные классические поля, аккумуляторные системы, в принципе, редкий случай, немножечко по истории, когда, так сказать, основа всей науки заложена одним единственным человеческим. Так, заложено Людвигом Больсманом, вот в последней, последней части 19 века Больсман выявил, вообще говоря, законы распределения малябов по скоростям, которые вы знаете, как распределение Максвелла, сформулировал кинетическое уравнение, свое знаменитое, за что ему долго ругали, и потом объясню, почему. Он доказал аж-теорему об источнике термонимагнического уравновения. Теперь про метод описания. Метод описания абсолютно точно такой же, как и в физической физике. Значит, метод описания физических систем, физки, метики является статистическим, и основным объектом является, что пока даже можно будет не писать, либо функция распределения фазового пространства, либо матрица плотности, в случае квантовой системы. Ро, х, х3, опять же, это время. Ясно, в зависимости от времени, которое вас сильно будет интересовать. Ну, значит, так как на стат физике нет времени, где П и Ку, это соответственно наборка ордена-принкуса для всех, большая частица, но х, 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 двойной наборка ордена-принкуса для всех частиц. Либо двойной набор ордена-принкусов, если вы в выпускном представлении работаете. Значит, естественно, возникает вопрос, зачем, собственно говоря, нужно статистическое описание. Ну, простейший ответ для более краткого и удобного описания. Значит, на самом деле есть более фундаментальный ответ. Ну, там, положим, в квантовом случае у вас и на микроскопическом уровне, вообще говоря, наука статистическая вероятность. В то время как для классических систем, казалось бы, есть уравнения гомеритона, вот они полностью декорминированы, вот, как бы, значит, и казалось бы, и статистическое описание вовсе не является необходимым. На самом деле это не совсем так, но я чуть-чуть на статистике пытался проговорить. На самом деле основная причина кроется в том, что у вас есть крайняя неустойчивость систем с обновленными степенями свободы относительно очень небольших вариаций и начальных условий. Ну, вот, есть у вас уравнение гомеритона. Вот, я их даже выключу, не то что сразу полатывается, но с точечкой, точечкой, это просто произвольное по времени равняется, где-то, где-то, как-то, 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 как-то. Так вот, ну и, соответственно, для многих степенополазчастиц. Так вот, ну и, соответственно, для многих степенополазчастиц их. Вот, уравнение гомеритона шестерок, большая штука, степенополазчастиц их. Вот. Совершенно очевидно, что по времени этого уравнения первого порядка дифференциальные ровки. Поэтому, вообще говоря, для того, чтобы их решать, надо задать начальное условие. Могмотворение Т-молевое, а задать Т-молевое и К-молевое. Вот. И вообще говоря, координаты импульс, буквочкой З я обозначу, либо координаты, либо координаты, что делается в произвольный момент во времени Т. Вот. Вообще говоря, совершенно очевидно, что у вас решение, если бы вы решили эту систему уравнений, было бы какое-то вот такое, Z, было бы G-молевое, P-молевое. Вот, на самом деле, анализируя просто систему уравнений таких первого порядка, можно совершенно точно показать, что какая бы система была, какой бы вы гамильтаньян, независимый от времени, не выбрали, вот у вас всегда будет ситуация примерно такая. Вот, проведете вы небольшие вариации начальных условий. К-молевое, D-молевое, Q-молевое, Q-молевое. Значит, переведет это себя следующим образом. Санта А, конкретно для системы эксперимента, некая буква гамма, что-то конкретное в зависимости от геминтониана, и что, понимаете, под буквость КЗ, координату и импульс. Но общее поведение всегда такое. Экспонициально будут разбегаться траектории фазового пространства, где гамма – это показатель для пленого. И это совершенно общее структура режима для всех уровней. Поэтому мы, на самом деле, с какой бы точностью не задали начальное условие, через время порядка единицы на гамме система полностью забудет о том, какие бы начальные условия задали, и на самом деле траектория полностью перемешается. В этом смысле надо все больше и больше точности задавать начальные условия. Реально их, как говорится, никто не знает, этих начальных условий, и задать нас с такой точностью совершенно не представляется возможным. В этом смысле, как бы, пользоваться детерминированными уравнениями гаминтона фактически совершенно невозможно. А в любом случае, даже для относительно маленьких систем приходится пользоваться статистическими описаниями. Значит, еще легкие отступления о проблемах. Ну, соответственно, устойчивость траектории приводит к перемешиванию траектории фазового пространства. Ну, именно поэтому мы с вами следим просто за вероятностью, с какой системой попадет в некую точку, в окрестность точки фазового пространства. В принципе, все дальше становится понятно. Так, еще есть одна проблема с нейрооблицкой статистической механики. Вот, а именно она связана с тем, что как только вы применяете статистическое описание, ну или как в дальнейшем у нас будет появляться уравнение пальцев, так сразу же вы нарушаете инвариантность относительно обращения времени. Вот смотрите, вот у вас уравнение гаминтона. Они устроены так, что если бы у них стрельба временная гаминтона, т на минус 3 сделана, то они у вас ни грамма не изменятся. Ну, гаминтониям у вас вообще от времени не зависит, да? Вот, значит, у вас знак производный по времени поменяется, но и знак регуста поменяется. Вот, раз эти знаки просто сократятся, и уравнения вот останутся абсолютно прежними. Итак, уравнения такие, что вы запросто т на минус 3 меняетесь, вот, и ничего не изменяется. Вот, а теперь давайте посмотрим, что происходит в реальности. Ну, там, на общей физике у вас законного вырастания терапии говорили. Ну и вообще даже из-за выделенной жизни вы отлично понимаете, что если у вас есть вот такая вот ситуация, вот вы берете сосуд, вот у вас перегородочка есть, вот у вас все молекулы здесь. Вот в начальный момент времени, да? Да, 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 да. Раз. Убираете перегородочку и смотрите, что у вас будет. Угу. Ответа не будет. Угу. 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 Вот. То grosse так,rh, что обраганного движения не protrusion. Но самом деле, ну, вот, как всегда, я лечит работе это пост 로стёт Küик, я не рассматривал задачу просто слишком много в времени на задачу, а вот рассматривал ладьерём Эхо там мы рассматривать в том числе и цифры Пуан-Каре. Вот оказывается, что можно показать и можно оценить время, Есть характерное время, за которое с довольно советной вероятностью из уравнения гометона вернется система в такое состояние. Ну просто время это настолько ошеломляюще, вели Бог, что этим можно начать принять. То есть уравнение это, конечно, обративо, все нормально, но вероятность этой обративности совершенно низа. В этом смысле статистическое описание естественно в таком приближении просто направляется в любое время в одну сторону. И нет обративности по времени. Собственно говоря, за это в начале Сидина Рутаева уравнение Убальцмана, и окончательное понимание, почему из уравнений обративных получается не обративная статистическая теория, потому что, собственно говоря, сформировалось в последние 3-4 десятилетия окончательного понимания. Вот, и это есть некоторая проблема, хотя сейчас, по-видимому, она более в той или иной степени решена. Ну а пока мы начнем рассматривать системы в несколько более традиционном интуитивном рассмотрении. Мы рассмотрим несколько типичных систем, и при описании систем мы будем умышленно понимать, что законы движения частиц несколько отклоняются от точных законов механика, и будем вводить его рассуждения о вероятностях природы. Вот, видно, что, вообще говоря, это совершенно разумно делается. И как только мы их можем вводить, у нас, естественно, будет мгновенно нарушаться обратимость по времени. Ну, давайте, собственно говоря, легкое отступление закончим. Ну, так, мы сейчас займемся первой частью нашего курса, ну, можете записать, теория случайности, и в скобочках, по-другому говорят, стахастических процессов, но конкретный параграф – теория баромовского движения и уравнения лонжеведа. На самом деле, насколько я знаю, сейчас вам, в том или ином виде теории случайных процессов, потом будут спецкурсы, где немного, что я могу порассказывать, ну, ничего страшного. Вот там вам несколько, в одном аспекте будут рассказывать, я вам буду рассказывать в нескоком другом аспекте, так, что ничего страшного нет. Еще раз говорю, мне надо, чтобы спецплоста физики хоть что-то не читать, вот, чтобы не повторяться многократно. Ну, значит, я буду стараться теорию случайных процессов делать в основном с упором на рассмотрение баромовского движения, хотя мы и другие задачи немножечко коснемся. Ну, просто у нас такая, как сейчас любят говорить, муха дрозефила, на которой мы будем отрабатывать вот конкретные методы, то есть немножечко теоретической части, а потом сразу возвращаемся обратно к уравнениям для баромовского движения, чтобы на них посмотреть просто, как это работает, да? То есть вот такая вот структура будет. Вот и так, и значит, классическую задачу неравновесной статистической механики о баромовском движении тяжелой коллойной частицы, помещенной в жидкость, состоящую из легких частиц. На самом деле, экспериментально, баромовское движение было открыто бромовым или брауном, вот тут по-разному говорят, в 1827 году, и это просто движение цветочной пыльцы на поверхности воды. На самом деле, никакой теории в то время не было, в то время даже не до конца признана была, что жидкости состоят из молекул, не говорили про представления об атомах. На самом деле, лишь в 1905 году Эйнштейн создал коллическую теорию баромовского движения, причем ничего про опыт он не знал, вот он, как бы, так сказать, из головы выдумал, вот как бы, и там в конце статьи было прописано, вот неплохо было бы экспериментально исследовать, вот на что ему тут же сообщили, что все исследовало, но вот как бы его угроз такой стоял. На самом деле, у нас порядок будет обратно. Вот спустя короткое время, в полу года через два или через три, то есть где-то седьмой или восьмой год, появился другой метод, это так описано еще, и более простой, вот появился метод Лонжевена. На самом деле, поэтому мы начнем с более простого метода Лонжевена, а потом, как бы, несколько более общий, но более сложный метод Эйнштейна, для рассмотрения таких систем. Ну и давайте попробуем, чисто формальную задачу рассматривать, сначала макроскопически. Итак, взяли, поместили большую частицу, ну, большую, относительно размеров, маленького вода, вот в воду, вот, значит, давайте попробуем прописать какие-нибудь уравнения. Так, давайте писать уравнения. Значит, если мы вообще макроскопически задачу рассматриваем, так, эта большая частица, она помещена в вязкую среду, вот, вообще говоря, если вы задали какую-то начальную скорость, ясно, что за счет вязкости среды, ну, и у меня скорость задает запускать, и без проблем написать уравнения Ньютона, предполагая, что сила трения пропорциональна скорости движения частиц. Поэтому без проблем написать уравнения Ньютона, я его буду без, как бы, без массы писать, ну, понятно. Значит, и так, если, ну, вообще, чисто макроскопически рассматриваем задачу, совершенно очевидно, что вот так это будет выглядеть. Так, ВС точечкой равняется, а силу мы договорились, сила вязкого трения, если не очень высокая скорость, она может быть пропорциональна скорости движения. Ну, минус, как говорится, альфа, ну, минус, потому что, естественно, у вас сила направлена против скорости. Все. Коэффициент так. Переосправляем. Чуть-чуть подальше. Сами равняются. Так. 6, 3. Так. Динамическая вязкость, радиус, частички нашей, вот. Ну, так как я массу вот здесь не написал перед ускорением, вот, масса возникает в знаменателе. Масса возникает в знаменателе. Знаменателе. Итак, Эпто, это динамическая вязкость. Вообще, говоря, известно, что динамическая вязкость обязательно пропорциональна плотности жидкости. Вот. Поэтому Эпто у нас динамическая вязкость у нас есть плотная жидкость, в которой помещена наша частичка вот с радиусом Т, умножить на кинематическую вязкость. Вот. Нюк ее обозначает. Вот кинематическую вязкость вы для большей части вещества можете найти просто в справочке. Все. Так. Кром плотной жидкости, нюк лиматическая вязкость вязкость с бороцией можете сделать. Все. Значит, без проблем уравнение дифференциальное первого порядка вы решаете ответ совершенно очевидный. Так. В возглавляется. В на его это скорость на начальный момент времени, да, на Е в степени минус мальфа. Да. Ну, если, конечно, здорово. Двое, мое. Двое. Двое. Все хорошо. Ну, видно, что ударный мальфа никак не входит. Значит, давайте постараемся что-нибудь сделать с уравнением, чтобы удары мальфа сюда вошли. Вот, давайте это что-нибудь вот здесь вам запишем, потому что сейчас мы с ним периодически будем работать. Так, V строчечки мальфа мальфа минус альфа мальфа у нас не делается. Вот. Значит, что можно попробовать в уравнении написать? Нужно попробовать дописать некоторую силу в дополнительном. Вот, за счет ударов со стороны мальфа. Давайте попробуем дописать плюс а аккаир. Значит, ударов ну, у нас есть некоторая сила, возникающая до полных дублей. Вот. Что мы про нее можем сказать? Значит, вот сформулирую утверждения, единственное утверждение, которое мы можем про нее сказать, что число столкновений велико, что сила эта чрезвычайно нерегулярна ни по величине, ни по направлению. Вот такое вот утверждение оказалось бы совершенно разумным и неопределённым. На самом деле это совершенно однозначное утверждение. И сейчас из этого мы в течение очень короткого времени спормируем чёткие результаты, как нам математически заопределить соответствующую силу. Единственное, что точно надо сразу рассказать, нам придётся гарантированно отказаться от детерминизма в описании. Мы не можем конкретное значение этой силы написать как функция от времени, но зато мы можем придумать разумное описание силы в смысле статистики. Вот в смысле мы можем записать, какие у нас будут средние результаты от силы, но и вообще говоря, то есть как эта сила ведёт себя в среднем, по большому количеству одинаковых микроскопических ситуаций. Соответственно, мы не сможем предсказать потом скорость и положение пропуска частицы в любой момент времени, но зато мы сможем предсказать средние для всевозможных характеристик, вот за счёт возникшей функционной силы. На самом деле, вот такие вот дифференциальные уравнения, когда вот у вас есть случайная добавочка в таких дифференциальных уравнениях, ещё называются стахастическими дифференциальными уравнениями, вот есть. Насчёт уравнений первого порядка есть целая наука, они очень во многих местах возникают, в теории электрической цепи, электрических шумов и так далее и тому подобное. Ещё немножечко про это я буду говорить. Вот наша задача сейчас, да, определить вот здесь на той части доски, что означает А, Т, ну, то есть её статистические свойства. Но прежде чем это сделать, немножечко, давайте сделаем отступление из теории вероятности. Вот на этой части доски я сейчас буду писать некоторые сведения из теории вероятности. После этого мы, наверное, в той части доски замклинили математически, что у нас означает наша сила А. Вот крокориентрико-бролоскому движению, как это и называется, уравнением умножравенности. Итак, сведения из теории вероятности я очень бегом пробегу, во многих случаях без всяких доказательств, но особенно вторая часть будет для вас полезной в дальнейшем. Некоторая часть будет постоянно встречаться, хотя словесно надо будет встречаться. Итак, пусть, значит, некоторая случайная переменная А, так же, как нашу случайную симу, обозначая, да, принимает набор значений А, маленьких. А, это обобщенное обозначение случайное переменное, а маленькое, да, те значения, которые она может принимать. Вообще говоря, набор значений может быть дискретным, набор значений может быть непрерывным. Для той логики, которую мы сейчас будем развивать, нас интересует непрерывный набор значений, поэтому дальше я, по-своему, буду говорить про непрерывный набор значений, потому что, ну, не моя задача изучать теорию вероятностей. Понимаете? Значит, что может достаточно полно характеризовать случайную переменную А? Значит, как бы, в дальнейшем мы увидим, что это не обязательно полная характеристика случайной переменной, это аккуратно надо. Но вот, так сказать, при упрощенном осмотрении в теории вероятности основной характеристики, которые определяют случайную переменную А, это распределение по ее значениям. Правильно? Правильно. Это плотность вероятности распределения, ну, и распределение, как мы можем сказать, по значениям А. А именно П от А, ну, на Д от А, это есть вероятность, что у вас значения А будут преодолевать, ну, говоря, от А. Ну, а соответственно, если у вас есть любая функция от А, и у вас интересует ее среднее значение, то тогда беспроблем сосчитать, если вы знаете распределение, то есть А, это как-то как-то Д от А от интересующей по вашей функции от А. Больше ничего. Давайте несколько характерных величин введем, которые нужны, и которые почти всегда вводят в теорию вероятности. Ну, во-первых, вводят, достаточно часто вводят моменты распределения. μ, m, в которой есть среднее, он, интересующий у нас случайные переменные в степени А. Главное пользуемся определением, что такое среднее. Это есть интеграл. Кстати, обратите внимание, я так дело не ставлю. Это та область значений, которая может пробегать переменная А. Ну, для нас в основном дальнейшем вот этот интеграл может будет бесконечный. Но не всегда так. Поэтому я в пределы ставить с вашего положения просто не буду. Интеграл, он по всей области значений. Переменная А. Тогда интеграл ДА А в степени ДА. Поэтому называется момент темпового порядка ПА. Итак, это момент темпового порядка распределения. Вот. Значит, еще достаточно часто вводят характеристическую функцию. Пока будет очень понятно, зачем это нужно, но проверяю вас, Ж откат. Характеристическая функция. Вот. Вводят ее следующим образом. это среднее вот от такой комплексной испонятности. Х, ДА, ДА, ДА. Давайте среднее распишем. Вовремя. Вот. Интеграл ДА, 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 вверху и ДА, Если интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности, то это есть то характеристическая функция, это есть не что иное, как в ее образ нашего распределения. Это с одной стороны, а с другой стороны давайте попробуем разложить экспоненту по степеням А, ну и по степеням К, это на вашу, смотри, они здесь, и та, и другая входят в линейный образ. Если разложите в ряд темора, то тогда без проблем мы получим следующий результат. m поменяется от нуля до бесконечности, вот, πA в цепени b, на m в актериал в актериале темора. Ну а, как бы, под интегралом вы, наверное, получите А в цепени m, значит, усредненный, правильно? Ну а, значит, вы получите момент f того порядка. Все. Ну, начали. Поэтому, на самом деле, характеристическая функция является производящей функцией для моментов распределения. Ну, то есть коэффициенты ее разложения в ряд темора, на самом деле, вам воспроизводят моменты распределения. В этом смысле она и интересна. Наконец, можно еще и ввести, как бы, важную функцию, а именно, еще важную функцию является логарифм. Вот, вот, если вы логарифм этот разложите в ряд m, то вы получите вот такую вот вещь, чтобы не определить наиболее характерные вещи, мы измелькающиеся теории вероятности. От нуля до бесконечности. Вот. И, как бы, да, на тот материал, на тот материал. Вот. И, вот, коэффициенты разложения в ряд темора от логарифма характеристической функции. Это очень важная вещь, которая вероятность. Это коммулянты m порядка. На самом деле коммулянты m порядка, важная коммулянтика. Они обязательно выражаются через совокупность моментов. меньшего или равного порядка m, где m меньше или равное m. Так, как коммулянты выражаются через моменты меньшего или равного порядка, как функция. Вообще, говорят, от всех моментов меньшего или равного порядка. Чтобы дальше особо не завязать к емле. Вот. На самом деле, мне это особо и не важно. Вот. Мне важна тоже коммулянта второго порядка. Едва. Сейчас даже точно понятно, почему она будет важна. Вот, естественно, она выражается через момент второго и первого порядка. А именно момент второго порядка минус квадрата момента первого порядка. Почему так называется коммулянта? Потому что, грубо говоря, на языке частиц коммулянта второго порядка описывает все процессы столкновения двух частиц. Ну, из дальнейшего будут понятны мои слова. Вот, как бы, коммулянта третьего порядка столкновения трех частиц и так далее. Ну, то есть, это вот такие процессы, где, как бы, в коммулянте учитывается все соответствующие порядка вот-вот распределение. Ну, мои слова будут не очень понятны. Ну, когда поработаешь с твоей вероятностью, то понятно, что, на самом деле, вот эта вот характеристика, наиболее важная характеристика, даже более важная, чем момент распределения. Так? А квадрат? Момент первого порядка. Да, 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 конечно, квадрат. Я сказал квадрат, а двоечку не дописал. Вот, значит, если вы вспомните определение, что такое момент, тогда вам все равно понятно станет, что это такое коммулянта второго порядка. И это очень важная характеристика этой передачи, будет понятно почему. Вот, значит, совершенно очевидно, что здесь написано. А здесь написано вот что. Давайте вернемся просто по определению, что такое моменты соответствующих порядков. Средневая вода. Минус 20, средневая вода. Вот, да? Вот, вот, вот. А это есть совершенно очевидно вот такой. Средневая вода. А, вот, минус 20, средневая вода. Вот, вот это. Вот. Знакомая величина. Вчера она назад физики обстроила. То есть такое привлечено строя. Это, на самом деле, просто квадратичное отклонение. Да, блин, да? Вот. Итак, коммулянта второго порядка. У нас описывает просто квадратичное отклонение. Вот. Чаще всего ее еще обозначают в облачке Сигма. Ну, значит, чтобы у вас Сигма имела такую же размерность, как и АС-рит. Да? Вот. Все. Значит, как бы, теория в некотором смысле полностью закончена. А сейчас мы тут же перейдем к характерному распределению. Вот. И вот здесь немножечко побольше я хрену не делю. Потому что это распределение очень важно. И дальше будет понятно, почему. Дальше будет понятно, почему другие распределения являются ароматными. Вот. Итак. Если у вас случайно переменная А однокомпонентная выключена, то вам одномерное распределение гаосса без проблем написать. И мы его, наверное, не прописали. Вот. Распределение гаосса. Вот. Одинница. Сейчас. На корень из 2, 3, 7 в квадрате. Вот. 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 На самом деле, ну вот уже видно, что только две губочки всегда совы. а именно номер первого планирования и наше среднеквадратичное планирование, ну или квадрат дисперсия. Сильно называют дисперсия, то есть квадрат дисперсия — это 10 квадратов второго порядка. И действительно, на самом деле распределение это характерное тем, что для него все кромулянты этого порядка как бы равном углу привлекает больше. То есть никакие кромулянты более высокого порядка не возникают. Поэтому на самом деле при этом распределение коррекционной функции высших порядков выражается через парные коррекционные функции. Дальше покажу на конкретном примере, но уже в более сложном случае. Ну что, на перерыв идем? Чуть-чуть обобщения для вас распределения, пожалуйста. Дальше изменимся на то, что так как распределение важное, я сейчас выпишу дополнительную формулу в случае, когда АФ компонентная величина. На самом деле вам ее почти никогда и нигде не будут писать. Хотя будут всегда ссылаться на то, что, а вот это гауссовая случайная величина, и для нее будут пользоваться некоторым важным свойством гауссовой случайной величины. Чуть чаще всего подразумевает под ней бесконечно компонентный случай. Вот давайте для этого понятного случая выпишем это же распределение. А потом поговорим, почему оно важно. Пожалуйста. Так, пожалуй, даже вот это можно уже себе видеть. Тут немножечко более, менее компашенна формула, поэтому... Так, это однократный случай. Она однократный. Давайте сначала определение сейчас подадим. Вот давайте у нас наша случайная величина А есть f-компонентная величина. То есть это вектор с f-компонентами. Естественно, значение, которое может принимать такой вектор, тоже вектор. Да, но мы договорились это дело маленькими пупочками обозначально. Поэтому b, а, вектор. Равняется. Равняется. Будем стараться более компактно писать, понимаем, вы едет или нет. Значит, 2π в степени минус f в 1. Как показалось? Ну, значит, детерминат от некоторой матрицы... Некоторые матрицы f в степени минус 1 вторая. Ну и, наконец, экспоненты. Минус 1. Естественно, среднее значение, или моменты первого порядка, вот как бы тоже их будет f штук, то есть это тоже будет вес. Матрица φ. Матрица φ в минус первой степени. Обратная матрица φ. Здесь 2 минус 0,1. Сейчас поделить. Вот, да. А матрица φ. Давайте ее компоненты выключим. И идем. Равняется. Это среднее. Вот такое вот. 1, 1, 1, 1, 1, это компоненты. В ин campaigns здесь ке." 1, 1, а 0,0, 0,0,0,0, минус 2, 0,0.0,0.0,0,0.0". Все. Вот матрицу φ еще называют коллекционной матрицей. Все. В общем, на самом деле, определение, распределение Гаусса записано. В принципе, вы дальше достаточно часто будете встречаться с Гауссовскими случайными величинами, когда будет подразумеваться, что у вас даже не в том понятном процессе, бесконечный компонентный процесс. И никто вам соответствующую формулу выписывать не будет, а будет пользоваться сразу. Для Гауссовской случайной величиной ее одним очень важным свойством. А свойства это следующие, те. По той простой причине, что никогда не попытаются Гауссовскими порядками больше, чем 2, ну и легко видеть, что распределение выражается на самом деле через моменты первого порядка. И вообще говоря, вот это вот момент второго порядка. Ну, на самом деле, Гауссовскими порядками. И больше всего распределение ничего не входит. Ясно, что моменты высших порядков, ну то есть коллекционные функции высших порядков обязательно выражаются через коллекционную функцию второго порядка. Ну и вообще говоря, моменты первого порядка. Но они, по большей части, для физических задач не очень интересны. Поэтому обычно образовывают случайные переменные, из которых уже вычислены моменты первого порядка. То есть, вот такую вот вещь обозначают залогную приумодном А случайно, да? Для нее будет, естественно, тогда вот такая вот вещь. То есть, А слегка средняя, ну и от стильдочку писать не буду, вычли мы среднее значение, да? То есть, обозначили за А стильдочку, условно говоря, А, А, такое минус мю, соответствующая компоненту, да? Тогда у нас, естественно, среднее всех от новых наших немедленнох величин будет равным 0. Ну и вообще у нас просто по предмету среднее равное 0. В физике очень часто такой случай встречается, да? Это, чтобы не писать, чтобы не писать все громоздкие формы. На самом деле, всегда можно сохранять среднее значение, просто демон очень удобно. Вот. Так вот, вот в таком вот случае совсем компактная запись возникает. Вот. Если мы интересуемся некоторой коррекционной функцией высокого порядка, ну, в которую входит там какое-то количество дубочек А и их разных компонентов, на каких-тое и их разных компонентов. Так. На самом деле, в случае, если у вас нечетное число этих компонентов, здесь стоит, то такая коррекционная функция в СССР равняется 0. А если четное число, компонент, стоит, то тогда эта коррекционная функция распадается на всевозможные варианты парных коррекционных функций. Сумма по всем парам, всевозможным парам, как вы только сможете выбрать эти пары, от парных коррекционных функций. А, В, А, У, которые, естественно, не видно, А, И, А, К, В, А, И. То есть как Acting в Каталио, пока всевозможным способом не спарите все компоненты между собой, чтобы, так сказать, особо не замудреть. Давайте на примере четырех вопросов... Давайте, не буду вверху писать. Это долго. два, три, а четыре. Время. Один, два, два, один, а четыре. Плюс такой еще вариант. Один, два, а три, а два, а четыре. Еще какой вариант. А один, а четыре, а два, а три. Естественно, в парню традиционный смысл и порядок, а два и а три или а один и а четыре совершенно без разницы. Поэтому большую варианту смысл. Все варианты переправы. Вот сейчас нам это будет одно. И на самом деле, когда говорят Гауссовская случайная величина, то тогда имеет в виду вот это свойство, это величина. А распределение почти никогда не выписывают. Его специально выписывают, потому что вы его, скорее всего, больше никогда не увидите. Несмотря на то, что величина Гауссовская, вам весьма часто говорили. Но имеется в виду, что вот у меня вот такое смысл, что коллекционные округлицы выше аппарата распадаются на парное коллекционные округлицы. Все. Да? Вот. Да это есть свойство распределения Гаусса. Теперь вот распределение Гаусса. Я тут выписал свойство, но как бы тоже чуть-чуть про него сказал. Теперь совсем чуть-чуть, почему распределение является таким важным. Вот. Распределение является таким важным, потому что в сокращении, что на самом деле из него следует центральная преддельная теорема. Центральная преддельная теорема, вот, давайте ее сформулируем слов ясно опять-таки. Ни выводы, ни даже такое математическое определение давать не будет. Как бы не мое это дело. Вот. Значит, да, потому что надо условия сходимости, условия он нормально писать. Вот. Пьянкое, наверное. Вот. Как бы. Да и не очень это важно, потому что на самом деле в определении практически все сказано. Вот. Гауссовское распределение или нормальное распределение играет особую роль. по той простой причине, что на самом деле в теории вероятности есть так называемая центральная преддельная теорема, которую утверждает следующее. что случайная переменная, представляющая собой сумму большого, вообще говоря, бесконечного числа независимых составляющих, подчеркните слово независимых, независимых составляющих, вот, с произвольными распределениями является гауссовское. Итак, случайная переменная, представляющая собой сумму большого числа независимых составляющих с произвольными распределениями является гауссовское. Почему я говорю подчеркните независимые? Потому что категорически важно, чтобы эти составляющие были независимыми. Потому что, вообще говоря, можно мгновенно предложить сумму бесконечного числа распределений не гауссов, но которые не являются независимыми, и мгновенно показать, что никакого распределения гауссов не получится. Вот, вот, там, кто немножечко политически подкован, знаете, как бы, обсуждение выборов, вот, в этом смысле там ситуация совершенно чистая. То есть, если бы, как бы, все законы, которые написаны насчет выборов, действовали, то они были бы суммой огромного числа независимых случайных составляющих. А вот, когда независимым, может случиться выборов. Так, ладно. И, собственно говоря, отсюда ясно, что, как бы, вот сейчас мы сможем четко дать определение вот этой силы математической. И четкие слова на счетку мне рассказать. Все, что я сейчас писал, это мне нужно было только для этого. Все, вот, давайте это самое, это самое и сделаем. Вот. Свойства А. Первое. Значит. Сила А вызвана огромное количество причин, как бы, оно, это воздействие чрезвычайно не регулярно, как по направлению, так и по величине. Значит. Первый вывод отсюда. Совершенно очевидно, что А. И.Т. А.Т. А.Т. И.Т. А.Т. 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 осталось определить, это коррекционную функцию второго порядка, то есть когда входят две силы в разный момент последнее что нам осталось определить, в смысле гауссовское случайное у нас переменные вот теперь давайте попробуем попробуем модель. Прежде всего, давайте посмотрим, что будет, если и не совпадает с йодом. Как вы думаете, что будет? Ноль должен быть. Совершенно очевидно, потому что по направлению совершенно нерегулярная сила. Компоненты друг от друга незамечимы, а каждый из компонентов дает ноль. Итак, правильно? А теперь давайте попробуем. Теперь в том случае, если и йод совпадает. Во-первых, совершенно очевидно, что этот компонент, в принципе, это не зависит, у нас целое пространство изопровано. Значит, а й не должно зависеть. Во-вторых, что можно сказать? У нас время однородное. Нет выделенного момента времени. Значит, совершенно очевидно, это будет функция от t минус t' . От t и t' по отдельности она не будет. И от t минус t' . Прекрасно. Давайте теперь еще немножечко подумаем насчет того, какая это может быть функция t минус t' . Значит, вот давайте смотреть. Вот смотрите, что корреляция не распадалась на парные коллекционные фенции, у нас вот эти вот компоненты, одинаковые компоненты должны быть независимы. Если бы они были независимы только по статистически, то средний распад был на парные коллекционные фенции. Средний, вчера с вами изучали, был бы ноль. Вот. А когда у нас есть корреляции между разными компонентами по времени? Ну, то есть вот представьте, что у нас большая частица, по-другому долгому молекулу. Вот. Какое характерное время, на котором есть корреляция? Ну, сравнилось с временем особо многого молекулом? О, с временем соударивания. Ну, то есть во время одного соударения, конечно, есть корреляция. Совершенно очевидно. Вот, как бы, значит, как бы, соударения, так как молекулы, в принципе, достаточно для кого друг к другу. Они уж не совсем не появляются, но в некоторых порционных процессах. Естественно, до следующего соударения, вот как бы, до следующего соударения, уже никак не корректируется предыдущим, так? Значит, смысл простой. Наша фи должна выглядеть как-то вот так. Она должна выглядеть как-то вот так. Вот, фи. Вот. Вот. То есть на времени соударения у нас, конечно, есть корреляции. Вот. Причем корреляции очень большие за время соударения. Вот. А время соударения, талли, соударения обозначено. Естественно, за пределами соударения у нас нет корреляции, да? Вот. Значит. В системе можно еще привести характерное время. Это единица на альфа. Это время, за которое система заблуждается в их начальных условиях. То есть скорость у нас сомневалась за время порядка единицы на альфа, да? Вот. Значит, и нас в основном интересуют времена порядка единицы на альфа или даже больше единицы на альфа, да? Системы. И нас не интересуют совершенно времена порядка времени соударения. Время соударения очень маленькое по времени. Вот. Как бы, по большей части даже экспериментальный прибор, такие временалы у альфа. То есть мы соединяем, конечно, по времени намного больше времени соударения. Поэтому, очевидно, как мы замодулировали, альфа от Тау, Фи от Т минус Т штрих. Время соединяем. Время соединяем. Время соединяем. Дельта и единица. Некоторый коэффициент, который мы вот так вот возьмем, в дальнейшем будет видно, почему мы двойчивы здесь видим. Два на некоторых коэффициент Д. И в дальнейшем будет видно, что это коэффициент диффузии. Ну, пока подряд ли меня на слово. Ну, а здесь запишем Д по физическому. Вот, соответствующий коррелятор, еще называют коррелятором типа био-ошима. То есть переменная Каусова с коррелятором типа био-ошима. Вот, на следующей паре будет ясно, почему так называется. Пока я не могу объяснить, поверьте мне, аналогия здесь достаточно очевидна. Вот. Ну, собственно говоря, все. А как только мы написали, что переменная Гауссова, еще дополнительно вот эта подразумевательность. Что корреляционные функции высших порядков распадаются на пару корреляционных. корреляционных функций. Вообще. Так? То есть, на самом деле, как бы, вот это он записал, мы полностью определили нашу случайную силу. А теперь давайте решаем уравнение лошади. То есть проблему мы его решили. И сейчас ответ получил. Вот. Для средних скоростей и средних корреляций скоростей, корреляционных функций скоростей. Так. Вот так. Уравнение линейное. Первого порядка. Знаем, как его решать. Да? Решаем однородную работу без свободного члена. После этого, как бы, постоянную, которая возникла, с постоянной, которая возникла, подставляем ее решение в этом уравнении, не считая постоянную, зависящую от времени. Вот. Мгновенно получаем, как бы, соответствующее решение. Не буду этого проделать. Всех у вас буквально улучить от тривиального совершенно тривиального потенциального уравнения. Ответ будет. Так. Мгновенно равняется. Давайте сразу же договоримся, что у нас, пока мы начальные условия ввели, и вы на любое поспорить случайный момент ввели. Так. Очень плохо стирается. Вот. У нас сразу здесь ве в степени минус альфа t плюс ве в степени минус альфа t от нуля на t. Это вот просто от свободного члена пошло. Е в степени альфа t на а. Вот так. Вот это вот решение формальное. Можем так решить. Ну давайте будем интересоваться в средней скорости. Беспроблема. Среднюю скорость. Считаем. Среднюю скорость. Считаем. Считаем. Ну, от этого среднего, среднего без проблем взять, тут еще случайно проведите. Если мы от этого среднего берем, то мы ничего не получим по той простой причине, что среднее от а вектор выдаст нам 0. Вот так. Вот. Сейчас мы это пользуемся, но это получается. Итак. Ничего интересного не получит. Тот же сам от альфа t. Ну, в степени минус альфа. В принципе, ответный звук и не удивительный. Правда есть? Да. Вот. По той простой причине, что, ну, как говорится, то туда, то же та частичка стукает. Вот. Совершенно очевидно на среднем скорости никак не отразится. А вот на корреляции, скажем так, совершенно очевидно отразится. Так. Если, давайте смотреть. Если вы возьмете и ту компоненту с ее компонентом. то опять ничего интересного не будет. Ну, здесь будет альфа и такой же интеграл будет с альфа. Опять все их вы будете брать. С учетом того, что воздействие для этой люди, поэтому все будет неинтересно. Поэтому давайте сразу одинаково, так понятно, скорости и брать. И для них будем выписывать ответ. Вот. Итак. ВИТАТ. Так. ВИТАТ. ВИТАТ. Так. Коррелятор скорости. Равняемся. ВИТАТ. 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 Два первых слагаемых, перемноженное между собой, как выявлено. Перекрестные слагаемые. То есть вот это вот слагаемое при времени Т, слагаемое с интеграмм при времени Т. Среднее выдаст 0. Вот как бы. Другое перекрестное тоже самое выдаст. А что-то мы достойно вот этим смотрим, когда 2 интеграла между собой перемноженной и средней от них будем брать. Вот давайте его и вытащим. Плюс. Так. Е, 4, минус, альфа. Так. Интеграл. 1. 1. А вот. От 0 до t. Так. Е, 4, минус, альфа. 1. Вот. Интеграл от 0 до точек. Вот. Так. ЗМ2. Е, 4, минус, альфа. А здесь будет стоять комиксовая функция. А, i, t, t, 1. А, i, t, t, 1. А, i, t, t, 2. Плохо. Угу. Я написал. Все правильно написал. Все правильно написал. Ну, а теперь подставляйте. Чем аккуратно подставляйте. Дельта-функция, конечно, снимает интеграл, но надо следить, чтобы дельта-функция попала в переменные интегрированные. То есть, аккуратно надо следить, чтобы она попала в переменные интегрированные. Отследите, какое из интегрирования, по Т1 или по Т2, когда надо снимать. Вот туда результат будет следующий. Главняется. Один интеграл снимется, второй интеграл совершенно тривиальный получается. Поэтому без квадрата можно проделать это и без меня. Дельта-функция в квадрате. Е в степени минус альфа. Дельта-функция. Е в степени минус альфа. Модуль, обращаю ваше внимание. Модуль В4 минус альфа. Модуль возникает за то, что надо внимательно следить, чтобы как бы... Тот интеграл снимался в область интегрирования, которая попала в дельта-функция. Минус ве в степени минус альфа. Тот интеграл. Тот интеграл. Тот интеграл. Тот интеграл. На одну и функцию мы с вами считали, мы сейчас всё пообсуждаем. Ре за кадром «мч» А пока нам ещё одну вещь надо сделать. Давайте отсюда скребционной функцией найдём средний квадрат скорость. Пока мы ответ запомним. А теперь давайте наберём V comT в квадрате от T. Вороняемся. Вы не можете идти в раздражение Т' и Т приравнивать другого, и передущей формой поединки, то есть Е в степени минус 2, альфа Т, плюс Т на альфа единица минус Е в степени минус 2, альфа Т. Все правильно записал? Да. Все правильно записал. Ну давайте смотреть с квадратной скорости. На самом деле можно ввести характерное время, имеющееся в системе. Вот характерное время, имеющееся в системе, давайте, мы не знаем, как его назначим, как его назначим, альфа Т. Время релаксации, ведь его еще называют, это есть единица на альфа. Ну вот, легко видеть. За время больше, чем единица на альфа, система полностью забудет про начальную скорость. Вот здесь, на средней скорости. Скорость перестанет зависеть от времени. Квадрат скорости, в этом случае, как бы, опять-таки, перестанет зависеть от квадрата. Значит, и в этом случае, в этом случае, в этом случае Т, ну вот, больше единицы на альфа, совершенно очевидно, у вас вот здесь получится, как бы, плавная скорость и есть Д на альфе. Ну и вообще, обратите внимание, как бы, в этом предельном случае, что с крыльцом на альфа происходит? С крыльцом на альфа происходит следующее. Опять-таки, если вы рассматриваете Т, много больше единицы на альфа. Много больше единицы на альфа. Про начальную скорость забудем. Не помнить систему полностью. Правильно. Эта составляемость здесь совершенно очевидна. Ну и Т и Т штырь будут становиться, естественно, бесконечно. Правильно. Вот. Ее останется только в зависимости от Т штрих минус Т. И Т и Т штрих могут стремиться в бесконечность, а разница между ними может быть и маленькая. Ответы, чем нет. Как бы, Т поделить на альфа. Вот. А то формулы громоздки, давайте из них вычинены в альфа. Вот. Вот на самом деле. Срава же. Мальчик раздвигает вперед. Скажу, что вот, как бы, такой встречи, когда у нас времена много больше времени и релаксации. А время релаксации – это более-менее время, за которое система сбрывает. Итак, в случае, если времена в системе много больше времени и релаксации, мы переходим к так называемому стационарному пределу. Стационарный случайный процесс – это когда средняя величина становится независимой от времени, а коррекционная функция зависит только от разницы времена. Вот видите, средняя вообще перестала зависеть от времени, в данном случае это более просто. А средняя корреляция, коррекционная функция зависит только от разницы времена. И не зависит от времени. Вот такой случайный процесс называется стационарным. То есть, в пределе много большего времени релаксации случайный процесс у нас стал стационарным. Ну ладно, как бы, последнее, что нам осталось сделать, что здесь совершенно очевидно нехорошо в такой теории. Коррекционную функцию мы нашли, вообще говоря, ну, легко убедиться, что вообще говоря, мы можем какие-то, как бы, довольно легко считать и средние от, как бы, от всевозможных функций от скорости, да? Ну, в разные моменты. Ну ладно, это потом. Коррекционная функция – это, как бы, средние от скорости в разный момент времени. Это важная характеристика. То есть, если, как бы, если вы знаете скорость в такой-то момент времени, как, в среднем, ведет себя скорость в другой момент времени. Ну, то есть, по физическому смыслу, это такая вот вещь. И это важная характеристика. В данном случае, основная характеристика системы. Вот. Насчет координат, чуть-чуть позже мы с вами общего руки не запишем, когда, может быть, и координатные, и корреляция между координатами для правослых частиц. Вот. Ну, что такое средний квадрат? Это, очевидно, просто описано в функтуации соответствующих скоростей, в стационарном случае. Когда средний отваг, просто мы не понимаем. Вот. Последнее, что здесь нехорошо. Мы с вами глупочку «Д» ввели. Вот, как бы, что это такое? Через что выражается? Как бы, ввели теоретически нехорошо. Мы, как бы, ничего не знаем, да? Как и не умеют экспериментально. Вот, как бы, в общем, нехорошо. Какое-то неудовлетворённое такое описание. Это зависит от типового движения. О-о-о! Вот, как бы, в принципе, то, чему вас обучали в термодинамике, и, ну, там, в молекулярной физике, в курсе общей физики, должно вам сразу же сказать, как сосчитать обучку, да? Вот, с учетом того, что у вас вот эта форма такая есть. Вот, как бы, как бы, как бы… Ну, конечно, у вас сейчас в физике немножко-то позже было в этот закон изучать. Но на молекулярке-то вас им точно обучали? Для классических газов, ну и так далее, для классических генетических энергий. Есть закон жарного распределения. На каждую компоненту генетической энергии сколько приходится? На каждую степень суббота. Что такое генетическая энергия? Ну, совершенно очевидно, что в конце концов, как только устанавливается стационарный режим, скорость дорогой музыкальной частицы будет распределена по массам. Потому что средняя скорость, лаборатор скоростей будет другим, чем у монетра. Ну, без разницы. Значит, она будет распределена по массам, в равновесном состоянии. Будет действовать закон равноваспределения. Значит, для средней кинетической энергии у вас на одну компоненту скорости будет в кинетической энергии приходится катер подполага. Вот, а что такое кинетическая энергия? Ну, D, V и D в квадрате, видно по полам, в равновесном состоянии. В, V и D в квадрате, видно по полам, в равновесном состоянии. В, V и D в квадрате, в среднем. В, V и D в квадрате, видно по полам, в равновесном состоянии. В, V и D в квадрате, видно по полам, в равновесном состоянии. В, V и D в квадрате, видно по полам. В, V и D в квадрате, видно по полам. Мы можем знать формулу Эйнштейна, и на самом деле, эта формула Эйнштейна нам как бы полностью отредяет коэффициент диффузии через нашу константу, которая у нас определяла дисипация, которая определяла затухание скорости частиц. Мы с вами четко написали формулу Эйнштейна, то есть коэффициент диффузии у нас сейчас через формулу Эйнштейна оказался полностью определен. И на самом деле это соотношение один из примеров выполнения флотационно-диссипационной теоремы. То есть оказывается, что коэффициент диффузии это характеристика случайного источника, характеристика формутации системы. Коэффициент альфа это характеристика диссипативной системы. Оказывается, какой бы процесс случайно вы не рассматривали, у вас завсегда характеристика случайная, обязательно связана с характеристикой диссипативной, через температуру. То есть формула Эйнштейна это один из примеров выполнения флотационно-диссипационной теоремы, что обязательно случайный источник четко связан с диссипативностью через температуру. Все. На самом деле мы еще примеров выполнения флотационно-диссипационной теоремы увидим на теореме Найкеста для тепловышно-флотационно-флотических целях. Как бы... Ну и давайте последнее, что тут еще можно сказать... Четыре минуты еще. Четыре минуты еще. Четыре минуты уже уже не было. Вот, когда я говорил просто про специаларный процесс, я сказал. Теперь немножечко поговорим про угловые скобочки, которые здесь возникли. Вот смотри, угловые скобочки, которые здесь возникли. Ну, вот здесь, здесь... А здесь под ними имелось в виду безусловное усреднение по статистическому аксамбру. То есть ситуация примерно такая, как вы берёте множество систем с одинаковыми микроскопическими входами. Много разными микроскопическими. Как бы оно, конечно, в ансамбре действует. То есть и усредняйте в этом ансамбре действия. Реально на самом деле ситуация... То есть в некотором смысле можно сказать, что такой результат усредения был бы разумен, если бы вы следили не за одной проволоской частицы, но за большой сокроволоской проволоской частиц разума. И там умножство частиц изменяли скорость или измеряли квадрат скорость. Значит, с другой стороны ситуация может быть другая. Вы можете и чаще всего так и делать, следяя за одной проволоской частиц. И усредняет её поведение по времени. Ну, как я уже на статус-физике говорил, то есть как бы за вероятностью исхода орела в речку можно следить двумя спусками. Можно бросать тысячу монет, среднее вычислять. Можно бросать одну монету тысячу раз, среднее вычислять. В принципе, ясно, что в этом случае результат получится одинаково. В общем случае кажется совсем, ну, как бы, не тривиально. На самом деле действительно показать это не тривиально, но в отдельных моделях случаев можно показать, что результаты совпадают. А мы это достаточно, условно, постановим. Но нам немножечко надо пояснить всё-таки, в каком случае у нас среднее по времени совпадает со средним по статистическому ансамбле. Вот смотрите, совершенно очевидно, что среднее по времени от времени не зависит. Среднее по ансамблю, вообще говоря, вот если вы посмотрите на эту коррелиционную функцию, вообще говоря, изначально при временах Т и Т-штрих меньше времени релаксации, вообще говоря, он ломался от времени зависит. И антей, и антежский партненец зависит. Поэтому надо много чего утвердиться. Вот, на самом деле, среднее по времени и среднее по ансамблю дадут одинаковый результат, если у вас уже установился стационарный процесс. Итак, это есть просто органическая гипотизма. То есть, среднее по времени, в случае разновесного процесса, должен существовать стационарный процесс, всё обладает со средним по ансамблю. Это так называемая гипотизма. Во многих случаях её можно доказать, а во многих случаях она просто принимается на верную. Поэтому давайте для корреляционной функции запишем, что такое среднее по времени и что такое среднее по ансамблю. И между ними установим знак равенства, чтобы более аккуратно это сделать. Итак, среднее по времени. Давайте подумаем, как это можно записать. И сразу для корреляционной функции будем делать. Вот. В и АТ. Так. В. Так. И. АТ то и стал. Я сейчас так то, что их обозначу. Среднее по времени. Давайте договоримся среднее по времени. Вот такой челточки сверху сделать. Давайте определение запишем. Да? Не нравится. Ну, нам надо за большой период времени сложить все эти корреляционные функции. Ну, естественно, поделим на период времени. Значит, зачем мы идем? Привет. Привет. Вот. Перед наблюдением. Устанавливаем бесконечность. И имеется на период наблюдения. Вот. Вот. Интеграл. От нуля. Ну, от какого-то начального времени. Наблюдаем. Времени наблюдения. В. АТ. В. АТ. АТ. В. ДТ. В. Какой период наблюдения. В. 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 АТ никак зависит. Совершенно отсередливо. Это вот амфибическим футерином утверждает, что вот это равно среднему по ансамблю, креял совершенно на всех. скобочками. В, видимо, оттенка В, видимо оттенка При условии вы рассматриваете уже стационарный режим либо равновесный режим стационарный стационарный то есть в стационарном случае среднее по равновесному состоянию и среднестатистическое у вас тут полосу составляется среднестатистическое Мы это определим как и на самом деле на следующем занятии мы с вами воспользуемся чтобы уметь делать свои преобразования об случайном процессе Вот там мы можем считать не среднее статистическое а среднее У нас колесо накусило окончилось Правильно, от разности зависит от того и вот это вот от тебя зависит совершенно очевидно и вот это вот от времени от времени не зависит от днем не зависит но у нас так это и зависит пока у нас как бы пока мы здесь бесконечности мы устремили пока мы не перешли к стационарному режиму вот если у вас t много больше единицы на альфа от времени переслед зависит полностью ну это очень маленький экспонент не, на чем мы справа у нас вот t много больше не цена t остается может написать не остается разность остается вот это вот t-t это тау разность остается конечно здесь она остается вот тау тау остается здесь тау остается ну чуть-чуть переозначить и уже в этом смысле вот так более правильно обозначать вот ну просто нам удобно эту форму вот так писать в общем виде а здесь уже удобно и там разные ну шо